здравствуйте что-то как-то трагично всем привет я думаю сейчас будут рады те кто давно да не один раз просил меня сделать обзор на мои художественные материалы удивлять конечно я не буду но посоветую отличный материал для начинающих художников и начнем с вот такой вот милой коробочки в которой обосновалась две пачки гуаши я использую гуашь от гамма и гуашь от луч гуашь от луч конечно же лучше чем гуашь от гамма но и гамма я скажу вам тоже хороший материал у меня на канале есть видео где я рисую именно этой гуашью и получаются потрясающие работы еще не могу не показать вот такие вот закрепы зажимы что это в общем вы тоже меня не спрашивайте я вот этими вот штуками закрепляю листочек в скетчбуке чтоб он никуда не ёрзал карандаши я использую только от фирмы гамма это потрясающие карандаши которые когда-либо я использовала в своей жизни в общем правда эти карандаши наслаиваются очень хорошо они мягкие они яркие это не реклама это я реально постоянно их использую и докупаю докупаю использую и докупаю покупайте тоже такие карандаши если вы начинающий художник и все будет у вас суперски они очень мягкие яркие и и потрясающе я вам их прямо рекомендую фломастеры я обычно не использую фломастеры в своих работах так иногда только для доработки но я знаю все фломастеры которые есть потому что у меня две дочки и и очень много фломастеров уже перепробовали они и вот эти вот кариока да они самые лучшие все больше ничего не буду говорить о них потому что я не пользуюсь ими практически если вдруг кому-то надо то вот покупайте кариока и и вы будете довольны также кисти конечно же кисти у меня не самые дешевые которые есть надо брать качественные кисти для рисования чем качественнее кисть тем лучше мазок у меня вот такие вот кисти они не самые дорогие но и не самые дешевые акварель акварель конечно же от невской палитры другой акварели своих работах то я не вижу мне очень нравится эта акварель и я всегда буду покупать только ее точилка точилка у меня самое шикарное что ни на есть ни уход такой наверное нет как у меня обычная фикс прайская совская она с одной стороны властик с другой стороны точилка конечно же также наждачка вон я показывала для чистки растушевок а вот вот это что а это все это все правильно это это клячка со стержнем это все все нормально не знаю откуда там взялась что ты черт побери такое несешь растушевки вот растушевки у меня от невской палитры это единственные растушевки которые мне нравятся берите их и не пожалеете также у меня есть вот такая вот классная гелевая ручка единственная гелевая ручка которая мне нравится эта ручка от джели ролл номер 8 или 08 вот такой вот карандаш от faber castle я имею я им вечно делаю всегда делаю скетчи и два карандаша 4b и 6b от кахенур это мои любимые карандаши другие карандаши я не использую и обычный линер а вот это вот стержни были если моя мама меня смотрит она сто процентов меня смотрит мама это не зажигалки это это стержни от механических карандашей а это вот клячка тоже от невской палитры очень хорошо тянется между прочим потрясающая клячка всегда меня выручает в моих работах особенно когда я работаю углем угольные карандаши я использую от фирмы санет также я использую обычный художественный бумажный скотч потрясающе справляется он со своей работой и конечно же покажу вам какую-то часть своих скетчбуков в данном скетчбуке я рисую только карандашами цветными простыми угольными здесь листы чуть толще чем офисная бумага карандаши по этой бумаге не скользят и хорошо растушевывается этот скетчбук от хатпер также я очень много использую простых карандашей этой фирмы но больше люблю карандаши простые от кахинор конечно же не забывайте начинающие художники про тряпочку без нее вам будет очень сложно выполнять какую-то работу которая выполняется гуашью акварелью или акрилом также я использую постоянно палитры от гамма мне они очень нравятся в эту палитру большую я буду использовать летом приклею прям к ней какой-нибудь листочек на выдавливаю красок и буду рисовать сидеть под каким-нибудь деревом это очень удобно кстати я все продумала бумага начинающие художники не обязательно покупать дорогущую бумагу можно использовать вот такой вот альбом склейку с акварельной бумагой акварель эта бумага выдерживает также у меня есть вот такой вот замечательный блокнот ван гог мне пока что нравится в нем рисовать всем рекомендую вот такие грязнульки наверное есть у всех даже не у начинающих художников бумага здесь для акварели не очень-то она очень мягкая идет волнами для гуаши в самый раз рисую я акварелью и гуашью из красок больше ничего не использую мне больше никакие краски не нравится вот такой вот скетчбук еще есть здесь бумага по плотности если описать то это наполовину офисная наполовину акварельная бумага хоть эта бумага тоненькая да это тоже от хэтбер тоненькая бумага но она выдерживает и акварель и гуашь там раньше была акварельная бумага с совушкой кстати у меня на канале есть прикольное видео совушка боли бэюшка я там рассказываю про акварельной книги и вот такой вот есть еще замечательный скетчбук от уэлсон мне он очень нравится бумага здесь просто потрясающая она толстая но бывает если в акварели использовать много воды и ее тоже ведет волнами но мне нравится она подходит как для карандашей так и для красок и вот если если вам надо художественный планшет не обязательно его покупать можно просто сделать как я выпилить дощечку от любого ламината и это будет потрясающий планшет натягиваешь в общем на эту дощечку бумагу мокрую закрепляешь сзади обычным скотчем можно малярным и рисуешь свое удовольствие акварелью и бумагу совершенно не ведет очень удобно а магазинные планшеты мне не нравятся они какие-то неудобные и хлипенькие вот этими художественными материалами я работаю вам конечно делать выбор можно покупать и дорогущие материалы но разницы здесь практически нет разница только в цене вот сто процентов если вам дать дорогущую акварель дорогущую бумагу если вы еще не умеете рисовать шедевра вы все равно не нарисуете спасибо всем за внимание с вами была дворецкая до скорых встреч всем пока